И прямо сейчас состоится командный матч. Прямо сейчас к рингу выходит Андрей Щербаков! Что ж, очень много завязок с сегодняшним командным матчем. Андрей Щербаков и Нед между собой не могут поделить чеботан. Хармирайда все время хочет завоевать женское чемпионство и МСДАПЛЫ. В общем, весело. Щербаков вышел в двух очках. Смотрите на него. Как же он флексит. Ему чисто по кайфу каждый раз, когда он заходит в эту арену, поднимается на этот ринг. Просто покайфует с того, что он крут. Я бы это так, наверное, назвал. Вообще, очень странно, что Андрей Щербаков в прошлом, что в прошлом шоу заликвизовал себя как, ну, не очень надежный командный партнер в матче с Давидом и Саевым. В следующих рингах выходит представительница независимой федерации рестлинга Харви Райда! Ну что ж, прямиком из Москвы, прямиком из НФР Харви Райда! Первая претендентка на женское чемпионство МСДАПЛЮ. И я смотрю, Андрей Щербакову тоже по кайфу эта музыка. Он вообще от всего кайфует. Такая черно-зеленая у нас команда собралась. Ну, это да. Об этом матче мы узнали буквально в конце предыдущего шоу. Андрей Щербаков как раз-таки и сообщил об этом МЭДу. И... Вика Райзенхард одобрил этот матч, чтобы они, наконец, разобрались. Ну, короче, две проблемы одним матчем. Вот это вот так вот обычно работает. Почему бы и нет? И их оппоненты встречайте. Лаборатория Судного дня. Обладатель чемпионского кейса. Судья НЭТ. И женская чемпионка НСВ встречайте. Рэпи! Мы лаборатория Судного дня. Куда же без сни? И просто посмотрите на реакцию публики. Просто посмотрите на это. Стоя! Стоя приветствую! Стоя через новации. Ой, ну такой балдеж! Балдеж во всех смыслах. В общем, довольно личная история у этих четверых. И сейчас они попытаются как-то, ну, спустить пар, что ли, перед Устиматумом. Ну, это так, скорее, знаешь, предупреждение своего рода. Я, между прочим, прошу обратить твое внимание на то, что Судья НЭТ и Эбби вышли в футболках нашей в Санкт-Петербургской школе рестлинга НСВ. Да-да-да! Записывайтесь обязательно. Следите за новостями и вы узнаете, когда пройдет следующий набор в нашу школу. Ну, а матч, тем временем, сейчас вот-вот должен начаться. Леонид Браумов. Так, потихоньку, потихоньку, вроде как матч начинается. Так, с одной стороны, значит, у нас начинает Андрей Щербаков, с другой Судья НЭТ. Ну, что довольно логично. Судья НЭТ! Да, логично, но я вот практически тебя убил. Я вот сказать даже не успел. А все, а все. Так, Харви Райда, видимо, не хочет пересекаться с Эбби. Ну, видимо, Эбби не очень принципиально с кем драться. Есть что Андрей Щербаков, что Харви Райда. Щербакова, она знает, кто-то уже как облупленного. Они вместе были в одной группировке. Ай-яй-яй, Харви Райда. Нехорошо. Как некрасиво, как некрасиво. Андрей, Андрей, ты этими руками потом тэг передавать будешь. Что ты делаешь? Отличное предложение надо брать. Какой кошмар. О, господи. О, это мерзко. О, на, Чапалаха ему. Мощного. И все, вот с этого у нас и начинается непосредственно рестлинг-матч. Хедлоги сейчас Андрей Щербаков держит голову Эбби. Да, еще попутно умудряется развиночку небольшую делать. Ой-ой-ой. На тебе, плюх, отцовского тебе, материнского. Попытка колена или бегут, я так и не понял. Это, наверное, ступлекс, но нет. Попытка колена. Эбби! Эбби! Я не знаю, вот я, конечно, хвалю Эбби за ее уверенность в том, что она понимает, что может там с Андреем Щербаковым она потягаться на ринге, но не слишком ли это опромечное решение? Она женская чемпионка. Она не хочет опозорить этот статус. Да и в принципе, ну Андрей Щербаков предал и ее в том числе. Он нагрел ее стулом, если ты помнишь. У нее достаточно поводов сводить счеты именно с ним. И я думаю, что она хорошо рассчитывает свои силы. Ну, если бы я был на месте Эбби, я бы в таком случае лучше бы предоставил право сутье Неду. DDT, какая хорошая амплитудность сейчас от Андрея Щербакова. Нет, есть амбиции, есть гордость, есть личная заинтересованность. Лысый пинч! Так, это че потом Андрея Щербакова неприятненько, неприятненько. Так. Запуск каната. Ого-го-го! А самому дорогому сейчас попали Андрея Щербакова и... Атомик дроп! Ай-яй-яй, как же это больно. Ооо, хорошо. Вот так вот. А ты говоришь, что ты на месте Эбби передал бы полномочия судья Неду. Но ты бы и не стал тогда женской чемпионкой, что я тебе могу сказать. Имеет место быть. И сейчас лаборатория Судного дня показывает нам командную работу. У них есть немного времени для того, чтобы поработать вместе, как команда против одного Андрея Щербакова. Так, что они сейчас придумают. Похоже, это будет двойная русская подсечка. Ооо, двойная группе! Нет, группе, конечно. Да, Андрей Щербаков любит работать головой, но... Но никогда работают по его голове. Это правда. Так, оценил сейчас судья Нед, выносилась Андрея Щербакова. Судья Нед! Что же, что же, что же... А, все. Знаменитые хедбаты от Щербакова. И уворачивается судья Нед. Только еще одного, но они от судья Нед не позволят. Серия локтей. Запускает судья Нед сейчас Андрея Щербакова в угол. Тотаршак летает оттуда. На сайдвоксвэм. Хватак проводит. А по-комплитудно сейчас это было исполнено. Ой, ну это еще и красиво было исполнено, добавок ко всему. Но удержание по-прежнему не приносит победу в команде лаборатории судного дня. Так, передача Тегайби является легитимной участницей матча. Харви Рейда, кстати, единственная участница этого матча, которая еще не побывала в таких активных боевых действиях. И это, опять же, с лабораторией судного дня может сыграть одну шутку в какой-то момент. Вполне возможно, вполне возможно. Пытались забить ногами сейчас Андрея Щербакова, забить коленями, но, увы, не получилось. А сильное сворачивание, между прочим, сейчас проводила Эбби Андрея Щербакова. Так, левис от Андрея Щербакова. Интересно. Попытка передачи Тега нет. Эбби буквально за ногу его держит сейчас, не дает ему. Как-то пытался вырваться сейчас Андрея Щербакова из этого захвата, но не получилось. Ой-ой. Сансет флип. И уже не так прытко вырывается Андрей Щербакова. Уже видно, что сил у него поменьше стало. Ну, конечно, он очень долгое время работал один против двоих. Понятное дело, что ему не очень приятно. Ой-ой-ой. И дотягивается Андрей Щербаков. И Эбби передает Тег Судья Неду. Ой-ой-ой. Насколько старомодные убеждения Судья Неда, по-твоему? Ооо, клоузлайн. Судья Нед оценил. Он как преподаватель нашей школы. Дал, что хорошо. Ну, достаточно. Шолдер-блок. Ощутимо. Ощутимо. Говорит, ну, нет. Все еще на ногах. Дает он возможность Харви Райде показать свое мастерство. Ооо. А вот локтями по спиде уже чувствительный. Ой. Ну, тут... Ооо. Ооо. Променчивая со стороны Судья Неда вообще. Как-то играть, скажем так, в игру с Харви Райдой. Обычно это плохо заканчивается. Да, ничем хорошим, я бы сказал. Ну, вот, да. И Судья Нед сейчас у нас выхватывает по полной программе, я бы сказал. Вот, вот, ну, вот что? Ну, вот ударит. Нет, ну, вот как? Эй, ну, вот как? Ну, нет, нет, нет. Ну, нет. Это ринг тут все равны. Ну, нет, все-таки Судья Неда через чур старом будет, наверное. Ну, да. Поэтому он не понимает, ну, а как тут? А как? Девушка все-таки. Не девочка, рестлер. Я сказал девушка. Не девушка, рестлер. Не важно. На ринге вы все рестлеры. Это командный матч. Здесь как бы, ну, можно, да. Может случиться так, что попадешь на дару. О, Дианеду бы это объяснить хотел я сказать. Но проводит он суплекс «Северное сияние». Очень люблю я это название. Не знаю почему. О, все. А Судья Нед взялся за дело серьезное. И я надеюсь, что дальше уже никаких поплажек до Харверайда не будет. Но в конце концов хватит церемониться. Сколько можно? И считывают сейчас углы ринга. Да, уже есть. Выход на третий. О, так нет. Видимо, чтобы не дать возможность передать тег. Четвертый угол не надо. Там Андрей Щербаков стоит. Там потенциальная передача тега. Попытка еще одного чопа, но мимо. Харверайда поворачивается и успевает передать тег Андрею Щербакову. И Воронежская. Воронежская. А был ли тег? Я так и не понял, если честно. Да вроде бы был. Он не совсем в чутке, но касание было. Потому что... Ой, ой, дропкик. Потому что от Андрея Щербакова можно ожидать всякого. Класс, Олена. Не, ну... О-о-о-о. Бульдог. В отличие от предыдущего... От... Ой. Я заговорил. В отличие от последнего шоу, которое у нас было перед нон-стопом, у Андрея Щербакова есть мотивация участвовать в этом матче, в конце концов. Потому что здесь... Нет, я не говорю, что они собирались подставить друг друга, что Андрей пытался подставить Харвер. Я говорю о том, что... Может быть, это тактическая хитрость? Но, опять же, если наш реферис фиксировал передачу дега, то как бы все так официально состоялся. Ну да. Не стерпел все-таки все элбоу-дропы отсудины от Андрея Щербакова. Смотри, я не научу, да? Да. Андрей Щербаков показывает, как надо правильно делать эти элбоу-дропы. Уже, опять же, тоже классические они для Андрея. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй выдерживает сейчас у нас будет командная комбинация от лаборатория судного дня тем временем нет заканчивать свои ухты на вот мышь просто коленом прямо вот в эту воронеж в этот воронежский лоб вот этот крепкий вырывается как-то андрей щербаков там уже сил конечно осталось судя по всему не очень много а теперь обе показывает достаточно ли хорошо тебе андрей сейчас достаточно ли правильно делает обе сейчас эти локти ну-ка расскажи нам тепло ли тебе девица тепло ли тебе красная ты понял эту отсылку держание уже мне казалось что это просто какой-то спазм даже не осознанное движение вообще удивляюсь как андрей щербаков по большому счету умудряется тянуть на себе их команду с карви райдой в этом матче потому что процентов 85 времени даже не помог удержать сейчас андрея щербакова а я все сидел я тупил я пытался вспомнить название этого командного приема причем достаточно же киллер был сейчас карви райда задается возможно резонным вопросом какого черта лсд сейчас вдвоем на ринге двойной хип тос сейчас потому что хороший такой сплэш нет нет наконец покидает пределы ринге потому что справедливость есть справедливость это да это выборочно получается девушку то бить не хочешь но зато чербакова аж вдвоем ну блин андрей щербаков на самом деле просто сейчас терпит максимально терпит я вообще не знаю А есть ли в этом теле жизнь сейчас? Возможно, что он уже просто на каких-то бессознательных рефлексах сейчас существует. В пределах нашего трёхугольника. Очень может быть. Вот его просто сейчас Содианет расшвыривает суплексами по всему рингу. Нет, всё ещё не хватает. Нужен камбэк. Нужно как-то... Нужен горячий тег. Нужно, да. Нужно именно вот этого. Как этого сделать, когда тебя, можно сказать, вдвоём просто мутузят по всему рингу, ещё и попеременно сменяются, то есть противники вообще практически не устают, а ты уже на последнем издыхании каком-то находишься. Здрасте. О, Дэй Шербаков. Это ты зря родной. Это очень плохо может кончиться. Кик и удар коленом одновременно. Это ты родной зря. Поддерживает сейчас толпа действия Эбби. Андрей, ещё много... Он кусает её! Он кусает её за ногу! Да ты репсина, слушай! И Харви Райда. И наконец-то Харви Райда заходит в этот матч и начинает раскидывать в одиночку лабораторию Судного дня. Ну так правильно, она свеженькая, она мощная. Чё бы от неё хотели? Сейчас Эбби достается, смотрит на Судинеда. Так, и этого... И Суплекс! И этого туда же... Немецкий! Вот айот! В своё время даже Дмитрий Донской не избежал этого Суплекса. На прошлом ультиматуме, кстати. Да, помню, был такое. Ну, в общем говоря, Харви Райда крайне недовольна сейчас тем, что она так долго была вне боевых действий на ринге. И вот она сейчас отрывается на полную конкурсию. Она недовольна всем. Она недовольна, что она не была в этом матче. Она недовольна публикой. Она недовольна Эбби. Она всем недовольна. Ну и нами, возможно, тоже. Ну да ладно. Ой, я бы не хотел, если честно. Я бы тоже. Хватит с меня рестнеров, которые мной недовольны, честно тебе скажу. Так, всё-таки передача тега, но... Она утверждает, что тега не было? Попытка ударить в судью сейчас была. Классно. И, слава богу, судья ВНЭД впрягся за Леодида Браумова. Ну, у меня ощущение такое, как будто бы Щербаков немножечко не в адеквате сейчас. И колено в сочетании с таким фейсбастером проводит лаборатория Супер. И это приносит им победу. Успела Харви Райда разбить из-за уничтожения. Ну, просто переиграли на классе. Показали, что такое именно командная работа. Ну, то есть объяснили Андрею Щербакова с Харви Райдой, почему они именно команда. Именно за счет этого они победили в этом матче. Но все равно произошел какой-то вот мискомьюникейшн в самом конце. То есть это тег, который то ли тег, то ли не тег, то ли добровольно его передали, то ли принудительно. Так, судья держит микрофон. Ну, касание было, и судья зачитал ЛДК как тег. Ах, я полагаю, это так просто. Уже произберите раму! Андрей, ты так хочешь этот кейс? Все закончится там, где и началось. На ультиматуме, лестничный матч. Ты против меня. За этот кейс. Судья Нед поставил свой кейс. На ультиматуме. Ай, какой Щербаков довольный. Щербаков довольный. Я знал, я знал. Ну все, братишка, мы на ультиматуме увидимся. Все-таки засел Андрей Щербаков в голове у судья Неда. В печенках, я бы сказал даже, как-то. В печенках это понятно, но вот в голове, я не думал, что в голове. То есть, Андрей Щербаков как бы проиграл, но как бы победил. Он добился своего. Но у нас еще один любопытнейший матч. Насначен на ультиматум, судья по всему. Я, наверное, думаю, что Виктор Эйзенкард согласует этот вопрос. Ну, так или иначе, будем двигаться дальше. Ага. Заносят стол. Это значит, нас ждет подписание контракта. Похоже на то. Контракт за чемпионский матч. За главный титул НСВ между шаманом и дизастером. Сейчас у нас наш обслуживающий персонал подготавливает рабочее место для осуществления этой процедуры. Стол, стулья. Осталось действующих лиц еще сюда. Если честно, я немножечко боюсь. Потому что, ну, это двое людей, которые, они, конечно, такие парни. Агрессивные, импульсивные, активные. В общем, ты не бойся. Не, я скорее так. Не бойся. За сохранность имущества переживаю. А, ну это... Итак, прямо сейчас у нас состоится подписание контракта на проведение матча за титул чемпиона НСВ на шоу «Ультиматум» между шаманом и дизастером. К этому ригу выходит генеральный менеджер НСВ, профессор Виктор Айзенхан. Так, ну что ж, Виктор. Человек, которому нелегко приходится последние месяцы, в том числе в связи с этим чемпионством, и, видимо, будет следить за тем, чтобы подписание прошло как нужно. Да, показывает нам наше главное чемпионство, нашу главную реликвию, я бы сказал. Три, шесть, пять! Друзья, прямо сейчас состоится подписание контракта на матч на «Ультиматуме». И, естественно, это не может произойти без главных его участников. Я попрошу вы выйти на ринг обоих участников, первый, пусть это будет дизастер. Так, ну что ж, дизастер, человек, который, по сути, именно что пробил себе путь в этот матч, он выиграл многосторонний матч за претендентство. И, конечно, выглядит это все очень внушительно. Они уже встречались с «Шаманом» в одиночном матче тогда. Удача, к сожалению, половина стороне дизастера. Но прошло уже очень много времени, больше года. И сейчас, пройдя огонь в воду в руках Акела Ангелова, я думаю, что у дизастера есть все шансы все-таки забрать себе главную золото нашего замороза. Жмут они руки с генеральным менеджером. Ну, безусловно, сюда должны быть и «Шаман» и «Эмоджи». Пожалуйста. Двухкратный командный чемпион NSW, который потенциально может стать двухкратным чемпионом уже 30 апреля на шоу-мутимат. За провождение Евангелины Качалины, «Аражи» и «Эмоджа». Каким-то кинжалом даже «Шаман» вышел, наверное, на подписание контраста. Я, если честно, уже побаиваться очень. Нет, все, я тоже вместе с тобой боюсь теперь. Потому что, я думаю, вряд ли «Шаман» просто так решил с тобой кинжальчик. «Шаман» и «Моджи» рад вас видеть на этом ринге. И я напомню всем участникам этого матча, что сегодня у нас шоу чистого рестлинга. Мы здесь собрались по очень важному вопросу. Мы подписываем контракт на чемпионский матч за титул главного чемпиона NSW на шоу-мутимат. Сейчас мы подпишем контракт. Если у кого-то есть что сказать или остались вопросы, пожалуйста, можете высказаться сейчас. Так, 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 так. Так, не надо, не надо. Шаман, пожалуйста, не надо. Так, Шаман! Мы знаем, чем это закончилось. «Эмоджи», передай, пожалуйста, своему клиенту, что у нас здесь не каменный век. Мы подписываем ручками. Пожалуйста, оставь холодное оружие при себе. Спокойно. Спокойно. Сядь, пожалуйста, дизастр. Спокойно. Мы пришли подписывать контракт. Прежде всего, я хочу сказать тебе, Шаман, что ты являешься одним из самых сильных и серьезных оппонентов, с кем я встречался на этом ринге. Выходя на него, ты являешься реальной угрозой для всех, кто находится в этой раздевалке. И то, что ты два раза брал вот этот титул, полностью подтверждает мои слова. Но в то же время, все эти два с половиной года, что я нахожусь здесь, я тоже сделал немало. Бросая и принимая вызовы, ставляя новые цели и задачи от шоу к шоу, от матча к матчу, я работаю для того, чтобы сейчас попасть на вершину. Прости, дизастр. Я не закончил. И 30 апреля на крупном шоу от NSW «Ультиматум» в моем лице будет коронован новый главный чемпион NSW. Малориш, ты, конечно, очень классно и вообще производишь впечатление очень сильного человека. Но разве все твои предыдущие обещания не остались пустыми? Как насчет обещания о победе на «Ультиматуме»? Что насчет пояса северного чемпиона? Где обещанная эра дизастера? Где она? Где эта эра? Все вот эти люди продолжают тебя поддерживать по какой-то необъяснимой для меня причине, ведь все твои обещания остаются пустыми, пока реальные чемпионы, настоящие войны добиваются своего, добиваются реальных целей. И добились бы гораздо большего, если бы управленческий состав промоушене был чуть-чуть компетентнее. Ты что, ты себе позволяешь? Право сейчас я напомню, что у нас очень серьезное дело, и мы подписываем контракт, а не обсуждаем все остальные вопросы. Если есть что обсудить, мы можем сделать это позже. Сейчас есть дела поважнее. Спасибо и больше. Никаких проблем, просто я, честно говоря, не вижу здесь особого смысла Скорее всего, это обещание останется таким же пустым Знаешь, Моджи, я совершил слишком много ошибок Но самая основная из них — это горячая голова Я выходил с ней на ультиматум Я выходил с ней за северное чемпионство Но самое главное — это осознать ошибки Сделать работу и двигаться дальше, несмотря ни на что Ведь ошибок не совершает только тот, кто их никогда не делает И сейчас я хладнокровен, как никогда Мне не важно, выйдешь ли ты на этот матч или опять нападешь со спины Мне не важно, будет ли этот матч честным Или ты будешь что-то делать запрещенное Мне не важно, будешь ли ты на этом матче При всех этих вариантах Итог один Я новый чемпион Я надеюсь, что шаман умеет читать по-русски Ну, я думаю, Емоджи ему поможет и объяснит Где рисовать автограф? Ну, с другой стороны, он столько лет уже выступает в промоушене Думал, что какие-то базовые вещи он должен знать Видимо, шаман просит его не поторапливать пока что В принципе, он ознакомливается Вдруг там что-то, что он сочтет неприемлемым Честно, я не знаю, зачем вообще этот контракт Дизастер, ты же опять проиграешь Ты можешь меня считать кем угодно Но за всю карьеру Все свои матчи я проводил честно И я также остался честен себе И не оказался на поводке У хитрой Наглой Стер Он возил ему ручку Что сейчас Это подписание Преклотилось в какой-то чертовхошмар да так оно и есть видимо дизастер так мне не нравится что сейчас шаман делает с этим столом как бы сейчас дизастер прямо вот это что будет огня кай и дизастер проламывает стол шаманом вся королевская ходится вся королевская рать выходит чтобы не дать дизастеру наделать еще глупости но дизастер дизастер не бросает ветер дизастер сказал что он хладнокровен дизастер уходит спокойно без нервов тем временем его же просят помочь шаману конечно но это заявочка это заявочка это не заявочка это так шаман шаман а вот этот не будет спокоен его только что разложили ребята бегите ну что дамы и господа главное событие вечера финал турнира нон-стоп по условиям данного турнира победитель получает право выйти предпоследним в королевской битве ультиматум проигравший же откроет ее под номером один так ну что ж матч казино матч ва-банк кто-то победив надеюсь что не этот товарищ выйдет предпоследним а проигравший открывает королевскую битву ну что же победитель сегодняшнего скрэмбл матча Энвил представитель группировки Альпа 767 появляется на арене и публика не очень-то ему рада один на удивление это ненадолго да, я согласен, что это скорее всего ненадолго ты тоже это видишь? да, я тоже это видел, но у этого человека есть фанаты а что это у тебя друзья появились, дорогой? не-не-не разберемся вот, так что если с Энвилом в этом матче все, ты посмотри, они ему плакат еще запигачили это какой-то стокбольский синдром блин, обалдеть я внимательно присмотрюсь к этим людям потому что возможно мне к ним близко подходить не стоит ну и конечно же мистер Крест первый абсолютный чемпион России по рестлингу и человек, который возможно на ультиматуме станет командным чемпионом НСД и победитель сегодняшнего гаунтлет матча с хромой ногой вот это вот меня, честно говоря, пугает сильнее всего как Дмитрий Донской вообще сможет проводить матч мы увидим колено у него перевязано конечно же я ни на секунду не сомневаюсь Дмитрия Донскому ни на секунду первый абсолютный он превозмогал и не такое в своей карьере первый абсолютный так так и его оппонент победитель гаунтлет матча первый абсолютный чемпион России по рестлингу мистер рестлинг Дмитрий Донской ну что ж по крайней мере симпатия большинства наших зрителей на базе вот теперь вот теперь это так нужно говорить да потому что у нас есть люди, которые по каким-то неведомым мне причинам рефериматча Сергей Шипилов топят за Энгела ну что ж присутствие Виктора Айзенхарта внушает мне доверие к этому матчу то есть по крайней мере какой-то явной грязи он состояться не даст ну посмотрим, поглядим так или иначе гонг уже дан а это гонг нашего сегодняшнего мейн-ивента шоу поэтому ребята возьмите себе чего-нибудь вкусненького располагайтесь, смотрите это сейчас будет огонь это будет огнище мистер Донской мистер Донской за него все делают его коричами но сейчас пока что он один разбирается с Дмитрием Донским будет разбираться с Дмитрием Донским в этом матче сразу же он показывает что он не намерен бороться чисто он будет бить постоянно по этой самой больной ноге Дмитрия Донского мистер Донского мистер Донского ему нужно с его ногой как-то умудрится противостоять молодому и все-таки талантливому парню но я не устану это повторять что несмотря на все мои отношения к Эннгу несмотря на все эти вещи которые он со мной сделал я отделяю лично от профессионального и с профессиональной точки зрения с точки зрения рестлинга этот парень талантливый вот снова-снова пытается Энвил бить по больной ноге Дмитрия Донского и ослабевает схватка Дмитрия Донского сейчас Энвил сам берет разбег от канатов и не намерен он отпускать эту самую больную ногу бьет по ней как только может у Энвил есть достаточно серьезное поспорье в лице нахождения видимо группировки Марсов Аркада и как работать с поврежденными конечностями я думаю, что Гуру его научил так криптос и неприятно Энвилу конечно неприятно так что-то думал Дмитрий да приземляться на две ноги конечно в этом движении ему не стоило и снова прохватка какая грязь ну как грязь в каком смысле я специалист по грязи Энвила ну это есть данность есть травма это может быть либо nice но мы так как грязь просто катапультировал сейчас Энвилу до предела ринга Дмитрий Донской Не все просто разделяют вот эти моменты справедливости судьи Неда, что вот ромированная конечность, ее не нужно трогать. На кому сейчас стоит много? Если ты помнишь, если ты помнишь, то... Сейчас пройдет, это ой, ой, ой. Смотри, что делает Вилли Донской. Кажется, Энглбасс ненавидит эти чанты. Так вот, помнится в прошлом году на ультиматуме победил. Какой номер? Расскажи-ка мне, расскажи-ка мне. Первый. Первым был Егор Соколов. Егор Соколов тогда не победил, спойлер. Как раз таки был свайп, который вышел предпоследним. И то есть у нас есть документированная доказательство того, что это работает. Думаешь, история повторится? Вполне может. Ну ладно, давай вернемся к нашему матчу немного. Сейчас запускают Дмитрий Донской и Энглбасс в угол. Они все-таки вернулись уже из зрительного зала обратно на ринг. Так. Классика от Донского, но это опять же прием с двух ног. Нет. Ой, 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 ой. Энглбасс успел увернуться. И сейчас будет... Вот сейчас будет грязь. Вот сейчас будет грязь. Бьет как раз таки больным коленом. А стойку ринга, а металлическую стойку ринга. Ну еще и четверку, по-моему, собираются фиксировать. Да, так оно и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тут еще, может быть, проблема у этого матча в том, что Дмитрий Донской рискует не просто проиграть, он рискует быть травмированным. И не факт, что эта травма заживет. Тут до шоу осталось всего ничего. Три недели и осталось как раз. Три недели до шоу. А это очень малореабилитационный период. Это действительно так. Плюс все эти три недели, что Донской потенциально будет на реабилитации, не сможет тренироваться. А в полсилы с этими парнями играть не стоит. Ой, е... Нет, ну Дмитрий, ты сам выставил эту ногу, тут не жалуйся. Ой, я не знаю, как... Шо этот черт делает, конечно. Ну, он делает то, что нужно делать, он пытается победить. Вперед, Донской! Вперед! Мне кажется, после всех этих многочисленных ударов, захватов, которые сейчас получает нога Дмитрия Донского, как бы у него нога вовсе не треснула и не разлетелась на мелкие кусочки. Вот уж действительно. Сейчас он в голеностоп. Если честно, я за всю свою комментаторскую карьеру не припомню, чтобы Дмитрий Донской кричал от болевых. Цепился Энвил в эту ногу, прям как... Как одно в другое, да. Я понял твою аналогию, но боюсь, что нам нельзя произнесить это вслух. Так, разозлился прям Энвил. Но опять же, вот она, вот она эта горячность, которая, возможно, выйдет ему боком. Так. Так. Их в спину неприятно. 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 Не, ну Дмитрий Донской пока еще держится. Это понятно. Это с учетом того, что Дмитрий Донской уже провел один матч сегодня на этом шоу. Как Энвил, в общем-то. А? Как Энвил. Ну, да. Да. В принципе, как и Энвил. Но все-таки там, Дмитрий Донской проводил свой матч позже. Отдохнуть он смог меньше. Вот эти вот все... У него оппонентов было меньше. Давай на чистоту. Ну и это тоже. Все вот эти микро-моменты, что там Энвил работал с Марсом и т.д. В общем говоря, мне кажется просто, что Энвил несколько свежее Дмитрий Донской. Сейчас вот очень опасный момент. Все, Донской все-таки дотягивается. Дмитрий Донской на вопрос Сергея Шипилова может вам продолжать. Отвечает утвердительно. Проблема в том, что как Дмитрий будет заканчивать этот матч. Так. Так. Неужели мы сейчас увидим? Слэм. Небольшое чудо происходит. Дмитрий Донской пытается вернуть очки себе в этом матче. Энвил! 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 Да, скуп слэм, молбоу дроп. Я слышу странные чанты сейчас, если честно. Странные и страшные. Ну да, что поделать. Я тебе всегда говорил, люди есть разные на самые разные поступки, они смотрят тоже по-разному. Все субъективно. Так, сейчас минус горла была у Энвила. Так, и что, что, что? Чоп! О, ой! Что, что, что? Чоп! Есть чоп! Есть чоп! Есть чоп! Бублика требует крови. Видимо, она ее сейчас получит. Я не представляю, насколько это больно, я просто не представляю, насколько это больно. Публика двойной требует, но Дмитрий Донской решил уже более... Опа! Ох, какая подножка, вот к этому точно нельзя было подготовиться. Подловил, вот долю секунды замешку. Сейчас на втором канате. Какой интересный бульдог он сейчас исполнил. Так, вырвался все-таки Дмитрий Донской. Я уже затаил дыхание, боялся, что все, матч сейчас закончится. Оба бойца мы видим в очень таком уже побитом состоянии. Так, что задумал Энвил, макбрейкер, нет, не проходит. Попытка хартбрейкера уже. Ох ты! Ох ты! Какой локоть! Это почти что нокаут. Это минус челюсть сразу же. Мимо! 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 И все-таки со второй попытки нэкбрейкер от Энвила проходит. И сразу же попытка удержать. А, нет. Не хватает, не хватает этого. Ты слышал этот рёв от Энвила? Конечно! Это такое ощущение, как будто, знаешь, уже от бессилия, что вот он, ну не может он удержать Дмитрия Донского каким бы методами он не пользовался. Опознай отчаяние, как говорится. Что-то сейчас придётся предпринимать. Посмотрим, что сейчас придумает Энвил. Тем не менее, фиксирующая повязка у Дмитрия Донского уже развязалась по ходу этого матча. А Энвил на третьем канате. Рок слэш? Рок слэш, ага. Возможно, это была попытка своровать у Тиллайта его замечающий приём. Как знать? Может быть. Но Энвил уже нервничает. Причём конкретно нервничает. И вот оно, и вот оно то, о чём я говорил. Нужно держать голову холодно. Крыса не может! Крыса не может! Крыса не может! Готовит сейчас свой суперклек. Излюбленный. Да? Да, да, так и есть. Ой, мимо. Уворачивается Дмитрий Донской, толкает его в канаду и подхватывает. Бэк-бадди-дроп от Дмитрия Донского. Есть немного времени, нужно что-то придумать. Очень неудачную позицию Энвил выбрал. Это какой-то слайдинг-дроп-кик был. Что это вообще? Ну тяжело, тяжело Дмитрию Донскому сильно отталкиваться. Всё-таки нога у него травмирована, поэтому он так вот скользь, я бы сказал. Да, вырывался, понимаешь? Ну, Энвил, да. Вот, и сейчас Дмитрий Донской уже. Мне интересно, что он, ну, тут надо, наверное, заканчивать, пытаться. Энвил не слишком тяжёлый, конечно, парень, но всё равно с больной ногой такого на бомбу брать. Так, ааа, интересно, это могло сработать, но нет. Харт-брекер, нет, всё-таки скидывает его с себя сейчас. Дмитрий Донской, какой накал страстей просто в этом матче. И, а что это? О-о-о-о-о-о-о! Он реверсирует бомбу! Бомбу в Харт-брекер! Нет! Ай-я-о-о! Сердце! В памяти никто не вырывался из этого приема. Сердце мое, сердце, блин. Может быть, это Кена только на прошлом мультиматуме. Но это сложно, потому что нет. Сколько еще приемов должен принять себе Дмитрий Донской, чтобы состоялись тресчеты от Энвела? Мне кажется, Энвел сейчас нуждается в совете. Он сейчас нуждается в чит-кодах, мне кажется. Еще один суперкик. Дмитрий Донской уже еле стоит на ногах, но стоит. Третий суперкик. Дмитрий падает на колено. На колено, не падает, не упал. У сова поднимается, Энвел не знает, думает, что с ним делать. Опытка хардбрекера. Риверс, Адмиря Донского поднимает Энвела. Ой-ой-ой. Что это? О-о-о-о. Вайлд драйвер. Раз, два. Нет. Нет, а теперь уже Энвел показывает чудеса стойкости Инжи. Сам вырывается из приема Дмитрия Донского. То, что ты будешь делать с этими людьми? Дима, постой! Дима, постой! Дима, постой! Исключая травмированную ногу Донского, именно такие матчи я хочу видеть от Энвела. А не постоянную грязь. Ну, на удивление, да. Пока что матч идет в рамках правил законных, которые прописаны. А ты попробуй при вот этом товарище играть не по правилам. Виктор Айзенхард, знаете ли, может и вчитать. Оооо! Саасет, бей, пауэр, бомба. Тут Донской коленом прямо в твербакл. Удержание, через канаты. Через канаты. Сергей Шипилов не заметил, но Дмитрий Донской все-таки вырвался. Хардбрейкер. Это же второй хардбрейкер получат. Это может быть конец. Раз, два. Нет, вырывается. Ты что делаешь? Ты что есть такое? Это мне напоминает, знаешь, в РПВ, когда ты своим оружием выносишь всех в одной локации, переходишь следующий на уровень выше, и там оно не работает. Что-то в этом дует. Что-то должен изобрести сейчас. А что с ним делать тогда? Что вот с ним делать? Слушай, многие люди находили управу на Дмитрия Донского в честном матче, но такие были. Вот именно. И получается, я единственный аут для Энвила сейчас в этом матче вижу, это вот просто пытаться своим коронным приемом... О-о-о! Вот это камбэк! Вот это! Какое же оно злое! Ты смотри! Ой, какой лариат! Возвращаясь к отсылышкам к играм, это знаешь, это когда ты добиваешь полоску жизни. Убас, а там вторая! Дарксоусы какие-нибудь. О-о-о-о! О-о-о-о! А это... А это... А это рука на канате! А это рука на канате! О-о-о! 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 Ловит! Ловит больную ногу! И снова работает по ней! Еще один хардбрекер! Проходит! Проходит! Он снова пытается удержать Миря до слова два! Три! Да что ты будешь делать?! И таким образом этот чувак, Энвил который, он еще и предпоследним выйдет! У него такая пора будет на ультиматами, что просто мама не орюй! А Дмитрий Донской номер один! Ну, его не привыкать, он в прошлом году был вторым! Но тем не менее... Да... Да на самом деле первый, второй номер это по сути одно и то же! Да, да, да! Потому что вы все равно потом время начинаете матч! Молодцы! 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 Заткнись! Я молодец! 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 Ну, что ты в самом деле?! Что ты токсичишь-то, господи? Он никогда не бывает доволен, мне кажется! Он просто постоянно недоволен! Тебе еще и микрофон просит! Сколько раз я говорил, я лицо НСДАблэ! Что? Что еще мне нужно сделать? Посмотрите, я уничтожил вашего первого хромого абсолютного, этого мистера рестлинга. Я это сделал с первого раза. Да! С первого раза! Это настолько круто, что даже Егор Соколов не смог это сделать. Что вам еще надо? С какой пасть бомжара? Это мой ринг. Я лицо НСW, вам ясно? Я лицо НСW! Да! Альфа! Семь! Шесть! Семь! Семь! Шесть! Семь! Шесть! Семь! Семь! Шесть! Семь! Шесть! Семь! Шесть! Семь! Шесть! Ну что ж, очень неожиданная, конечно, концовочка вышла у нашего сегодняшнего шоу. Мне кажется, Эмил просто психанул. Имеет, что имеет. Ну, эйфория достигла его, посмотри. На этом наше шоу подошло к концу и увидимся с вами 30 апреля. Киностудия Лендог нашел ультиматум! Ну что ж, последняя остановка перед ультиматумом прошла. С вами были постоянные комментаторы НСW, Никита Дугин и Женек. Всем пока! Всем до скорого! Увидимся на ультиматуме, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok